Всего доброго. Какого района? Улица. Каждый вызов для водителей скорой помощи начинается вот с этого помещения – оперативно-диспетчерского отдела. Здесь телефоны не смолкают ни на минуту. В круглосуточном режиме сотрудники неотложки принимают звонки от пациентов и сразу же распределяют их. Все компьютеризировано. У каждого диспетчера имеется компьютер персональный, куда заносятся все данные. Вначале диспетчер принимает звоночек по телефону, забивает в компьютер фамилия, адрес, повод к вызову, формируя, будет это экстренный вызов или неотложный. И дальше в компьютере вот этот сформированный талон в виде электронной формы вызова, он передается на подстанцию диспетчеру, который сидит на подстанции и дальше отправляет бригаду. Андрей Оленко работает водителем скорой помощи в Центре медицины катастроф Крыма уже 30 лет. За это время на дорогах случались разные ситуации. Основная проблема, с которой мужчина сталкивается на протяжении многих лет, скорую не пропускают. Жалуются, что чаще всего среди нарушителей женщины. Еще одна проблема – пробки в городе. Водителю нередко приходится выезжать на встречную полосу, чтобы доставить пациента в срок. Ведь на счету каждая минута. Постоянно. Особенно женщинка за рулем. Вообще внимания ноль на скорую. Что с мигалками, с сиреной. Очень часто. По городу очень сложно. Бывает даже по встречке едем. Потому что колонны такие от кольца до кольца. Бывает, что по встречке едем. С мигалками, с сиреной. А что делать? Больной там. Есть больной. Михаил Тарасенко за рулем скорой около года. Вспоминает свой первый рабочий день, когда вез тяжело больную девушку и в спецмашину вырезался водитель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отмечает, на дорогах крымские автолюбители чаще всего его пропускают. Основной проблемой становится транспортный коллапс. Особенно в летний период. Есть такие женщины. Бывают тоже. Они у нас за рулем тормозят. Не пропуская. А так, в принципе, все дисциплинированы. Сейчас такой поток движения. Тем более, приезжих много. Но мы все равно стараемся протиснуться. Среди основных районов Крыма, в которых проблема стоит острее всего, водители выделяют три города-курорта. Феодосию, Евпаторию и Ялту. Проверить, пропускают ли крымские водители скорую помощь, наша съемочная группа решила самостоятельно. Отправляемся в скорой с включенными мигалками и сиреной по Симферополю. Новый законопроект, ужесточающий штраф для недобросовестных автолюбителей, принятый в Госдуме, руководство медицинских учреждений Крыма и в особенности водители скорой поддерживают. Считают решение важным и правильным. Рукоплещем этому решению. Многие годы его ждали. Мы надеемся, что эти законодательные инициативы помогут положить конец тому беспределу и хамству, которое творится на крымских дорогах. Можно сказать, в защиту крымчан все-таки это больше свойственно туристам и гостям нашего полуострова. Люди, которые здесь живут, понимают социальную значимость нашей службы. Но, тем не менее, для них это тоже будет хорошим таким кнутом для стимулирования их отношения к нам. Пропустить машину скорой помощи или нет – решение каждого участника дорожного движения. Но принимая его, важно помнить, что на кону стоит здоровье и нередко жизнь человека. Мария Мосур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.